Сейчас перейдем к следующей табличке, которая называется вот так вот, петля отставания, и обратите внимание, в этом написано еще, отставание навсегда, петля отставания, отставание навсегда. Что здесь изображено? Здесь изображен очень интересный механизм, суть которого состоит вот в чем. Дело в том, что когда мы разбирали вот это застойное время, мы об очень многих моментах не смогли проговорить, вот они буквально бесконечны, но сейчас вот как раз вот вернемся. В то же застойное время нам разрешалось создавать, как говорят экономисты, стоимость, связанные с производством сырья, каких-то простеньких машин, простеньких технологий, с изобретениями. Я уже там упоминал о том, что здесь тяжело, даже закона не было, который бы защищал права изобретателей, государства, там всего остального. Здесь действует положение, так оно нет. Но из-за этого разнообразие человеческой деятельности не кончается. Вот управленческие, экономические, организационные и структурные решения, вот они всегда были перегативой некого узкого слоя людей, вот здесь девочки мне вот так вот, мне здесь их показали. Ну это, скажем так, великие ученые, в кавычках, конечно, сейчас уже, как понятно, различные там академики, их можно даже по фамилии называть, вот, а они давным-давно сформировались с ответными зарубежными структурами. И вот, обладая монополией именно на этой лице выявленности, вот, они не смогли завести, значит, в 65-м году, вот, такую экономику, вот, которая именно, значит, превратила затраты в товар, вот, и такая экономика отвергает, ну, в принципе, отвергает любые усовершенствования, какой бы они, значит, характер не носили, или технический, или организационный. Вот, вот, но это дело такое, в общем-то, интересное, что я бы хотел его, ну, развелом логику действий, которую мы сейчас попробуем, значит, усвоить. Итак, организационные решения, решения технические, грубо скажем, и пограничные решения, это изобретательская деятельность. Они сочетают в себе и организационные действия, и технические. Вот, когда монополия, вот, вот, этой деятельности, административной, экономической, организационной, в руках узкого слоя людей, вот, они могут завести такую экономику, что она будет отвергать всегда любые новшества. Ну, как это выглядит, например, в аэрофлоте. Вот, там завели оплату, значит, и организации, и всем участникам трудового процесса за летный час. Казалось бы, что такое в этом? Какая разница, за что платить? Разница большая. Дело в том, что именно летный час и является выразителем затрат. Другими словами, оплата за летный час, это оплата за затраты. Затраты превращаются в результаты. Ну, отсюда и логика дальнейшего развития. Чем выше затраты, тем, значит, выше результаты и выше все остальное. Вот где разгадка вот этой, той загадки, вот, которую так долго пришлось гадать. И вот, когда экономика построена таким образом, значит, естественно, что если возникает какое-то такое, значит, предложение, которое направлено на снижение затрат, вот, то есть на повышение общественной эффективности, то оно, естественно, не пройдет. Вот, будь то изобретение нового вертолета, будь то какой-то, допустим, новый прием работы или еще что-нибудь. Вот, оно не пройдет, потому что оно приведет к снижению прибыли, доходов, приведет к снижению заработной платы, причем значительно. И вот, представьте, в таких условиях изобретатель что-то изобрел, снова посмотрим на табличку, вот, отыграется внедрить это предложение на своем предприятии. Предприятие отвергает. Но так как отрасль, это, в принципе, тоже где-то, значит, в некотором роде сумма предприятий, то, естественно, отвергает, значит, отрасль, естественно, отвергает и государство. И вот, изобретатель в таких условиях остается один на один с мощным ведомством, ну, государством, который у нас называется Государственный комитет по делам открытий и изобретений. В этом ведомстве, прямо скажем, уже давным-давно свело гнездо, значит, вот такое, ну, скажем так, мафия. Сейчас настолько это слово часто употребляется, что просто не хочется его повторять. Но, тем не менее, это действительно так. Наиболее яркими представителями, что ли, которые попались в сети правосудия, вот именно, значит, в детей этого гнезда, это Чита Сушковых. Вы помните, вот, сам он был замминистра внешней торговли и промышлял контрабандой, на чем и попался. Его жена возглавляла, она была экспертом, высокопоставленным экспертом в ГКНТ. Вот, и пользуясь своим положением, она давила техническое творчество соотечественников. И когда оно было на пределах задавлено, она именно в этом направлении устраивала, значит, закупки различного зарубежного оборудования. Ну, результаты, вы сами понимаете, какие. Значит, зарубежное старье получало прописку в нашей жизни, а талантливейшие разработки наших инженеров, наших изобретателей, наших рабочих, ну, были на полках в лучшем случае. Ну, я говорю, что они попались в сети правосудия, Чита, значит, распиталась, ну, может быть, сполна, не сполна. Он получил 13 лет, супругу осудили на 10, вот, но дело в том, что система-то это не поколебала. Она как работала, так и работает. Точно так же, изобретатель по-прежнему остается один на один с ведомством, вот, без поддержки государства, без поддержки предприятия, без поддержки их отрасли. Вот, естественно, что ему, значит, эти коррумпированные слои всегда имеют возможность отказать. Вот. Пример здесь даже не хочется приводить. Любой изобретатель, любое техническое новшество, это трагедия, драма, как угодно, понимаете, что угодно, но только ненормальный творческий процесс. Так вот, когда, значит, изобретателю отказали, вот, дальше куда наше изобретение, наверное, попадает? Вот, оно, естественно, попадает за рубеж. Вот, какими каналами, ну, различными, неофициальными, на части и официальными есть такие, значит, каналы, не будем пока их разбирать. Вот, а главное, значит, что изобретение, попав за рубеж, вот, обязательно неминуем попадает в руки транснациональной корпорации. Почему? Да потому что 80% мирового капитала, связанного с научно-техническим прогрессом, вот, как раз, значит, принадлежит вот этим транснациональным корпорациям. Судьба новшества дальше какая? Значит, если корпорации, выстраивая, вернее, конъюнктуру, вот, решают это новшество внедрять, то они сначала внедряют это на своих предприятиях, затем надо через, ну, в фамилии того, как ставится технология, потом передается в зависимые, когда технология уже где-то старостью такой, значит, где-то 13 в зависимые передается, ну, вот, предприятия. После этого передается в развивающиеся страны, и только потом это может попасть к нам множество, но предварительно пройдя КОКОН, Координационный комитет по направлению за экспортом. Я напомню, функцией, значит, этой международной организации заключается в том, чтобы не допустить в нашу страну из уже составившегося старья, ну, вот, какие-то решения, которые для нас имеют, ну, приоритетное какое-то значение, ну, одним словом, для нас желательно, чтобы они не прошли. И вот таким образом, значит, получается, что, значит, формируется отставание на 15 лет, что здесь написано. Пока внедрим, 20-25 лет проходит. Вот, и вот этот вот круг подсчета, его уже сейчас, в общем-то, это описывалось в журнале «Изобретатель-рационализатор», и газета в свое время социалистическая индустрия поднимала этот вопрос. В общем, это уже широко известно, что вот такой вот круг подсчета наши новшества совершают. Здесь вот просто я поясню, каким образом это делается, конструктивно как делается. И, к слову, пришлось. Вот на этой таблице очень удобно показать еще одно обстоятельство. Нам сейчас всем задурили головой конкуренцией. Что, дескать, конкуренция во всем мире, конкуренция во всем мире, ничего подобного. Вы видите, как это все выстроено. Вот, трансноциальные корпорации, даже вот в пределах своих, вот это вот это же все свои предприятия, они делают, видите как, те, которые четко и надежно им принадлежат, эти предприятия пользуются самыми новыми технологиями. Вот, те, которые уже, ну, как говорится, с меньшей степенью зависимости, вот, технологии им передаются уже более старые. Здесь еще более старые, здесь еще более старые, нам еще более старые. И вот такая лесенка, вот этот вот механизм, вот, он начисто исключает какую-либо конкуренцию. Ну, образно это можно так писать. Допустим, что здесь едут со скоростью 100 км в час, здесь 80, здесь 60, здесь, допустим, 40, а здесь 30. Ну, давайте теперь после этого будем друг друга догонять. Вот, то есть, здесь уже заложен механизм, вот, по которому отстающий никогда не догонит передового. Ну, вот, и этот, значит, этот механизм, он находится под жестким контролем ТНК. Еще раз напомню, ТНК принадлежит 80% мирового капитала, связанного с научно-техническим прогрессом. Вот, как раз вот это вот отставание навсегда, вот, вы, может быть, слышали, там, есть даже анекдот на эту тему, что когда японцы к нам посмотрели, приехали, вот, посмотрели на нас, ну, и сказали, «Ребята, мы думали, что вы от нас отстали на 20 лет, оказывается, вы от нас отстали навсегда». Вот, вот, как раз вот этот вот механизм, то есть, он есть. Вот, почему я так долго об этом говорю, это очень важный момент. Вот, сейчас у нас налажена, значит, ну, скажем так, откачка материальных наших богатств, природных ресурсов. Вот, и на это потребовалось около шести лет вот этой, так называемой перестройки. Вот, здесь же сейчас, вот, если будет принят неправильный закон обзаблетательской деятельности, вот, то один закон, всего лишь навсего, один закон сразу же нас лишит интеллектуального нашего достояния. То есть, получится жуткое соединение. Мы теряем и материальное, и интеллектуальное. Все оказывается за рубежом. Естественно, что в этих условиях окажутся и наиболее выдающиеся наши люди, и мы тоже за рубежом. Вот, то есть, наша страна уже превратится просто в какую-то бассальную территорию, на которой уже не будет никакой самостоятельной производственной, интеллектуальной, культурной и иной деятельности. То есть, вот эта вот петля, вот, которая уже, можно сказать, захлестнута нашей страны, она очень серьезна. Почему это так? Вот, дело в том, что весь вот этот механизм, который я сейчас рассказал, вот, этот механизм подлежит легализации и возведению в рамк закона, вот, с помощью того закона обзаблетательской деятельности, который уже в первом чтении недавно принят в СССР Верховного Совета. Я здесь не имею никаких претензий к тем депутатам, которые, значит, приняли в первом чтении этот закон. Просто у нас в обществе такое малое значение придавалось намеренно изобретательской деятельности, что действительно компетентных людей, которые достаточно хорошо и глубоко в этих вопросах разбирались, просто нет. Тем более, к сожалению, их, конечно, нет и среди депутатов. Потому что кто такие депутаты? Ну, это тоже, мы такие же, вот, как и мы люди, абсолютно. Вот, и они точно так же могут, значит, ошибаться, вот, они точно так же подвержены и информационному террору, и всему остальному. Но факт остается фактом. Более того, я хочу добавить, там, значит, заложена совершенно жуткая концепция середины прошлого века, которая была отвергнута еще в свое время, в 1863 году на съезде немецких политэкономов. Я не оговорился. В 1863 году. Вот что нам сейчас, значит, угрожает вот с этой стороны. То есть, петля наброшена. Вот. Как ее преодолеть, как ее подрезать, можно. Мы об этом будем говорить. Ну, это даже, ну, как, конструктивно несложно. Вот. Но, ну, в общем, увидите сами. А пока я здесь скажу только так, что вот эту петлю можно подрезать, если освободить инициативу людей. Вот, вот здесь вот эта сделочка, это как раз и показано, что если мы освободим, освободим инициативу людей. Вот. Если мы инициативу людей, вот, допустим, принятие управленческих, экономических, организационных, структурных, административных и других решений, спуты с этими. То есть, это, естественно, можно сделать с помощью определенных законов. В частности, закона об изобретательской деятельности. Вот. Ну, это настолько важно, что о законе об изобретательской деятельности мы будем говорить отдельно. Вот. А пока я хочу закончить здесь вот еще одним утверждением. Вы знаете, что наши выдающиеся архитекторы, наши академики хвастаются о том, что, значит, все законы, которые сейчас вот принимаются, весь пакет рыночных законов, он разработан, экспортирован за рубежом. И даже Конституция Российской Федерации тоже самая разработана, можно сказать, за рубежом. Вот. Это уже опубликован список людей, которые это делали. Там присутствуют иностранные специалисты. Вы это знаете. Так вот, каким же нужно быть наивным простачком, чтобы думать о том, что, значит, зарубежный партнер, получив доступ в святая святых, законотворчество другой страны, сделал бы законы такими, чтобы они наилучшим образом удовлетворяли стране. Вот. И таким образом вырастить себе мощного конкурента. Никто такой глупостью заниматься не будет. Наоборот, воспользовавшись такой уникальной возможностью, он понастроит таких крючков, таких петель, вот, подобно как в законе изобретательской деятельности, из которых уже не выберешься. Вот. И в связи с этим нам сейчас нужно проявить очень большую деятельность, и буквально все законы, которые приняты за время перестройки, нам необходимо общественным образом проэкспертировать. И разобрать их, ну, извините за такое слово, на вшинность. Продолжение следует...